Один из самых влиятельных и важных людей в жизни любого человека – это мать. Если кто-либо достиг каких-то высот и достижений, за этим стоит мать, которая повлияла на своего ребёнка. Рабиа Аррай, рахимахллах, был одним из больших учёных ислама. Его отец Фарух был слугой сподвижника Аррабиа ибн Зияда Аль-Хариси и сопровождал его в военных походах. После очередной победы полководец освобождает Фаруха и тот возвращается в Медину, женится на достойной верующей женщине. Их семейная жизнь была спокойной и прекрасной. Однако в душе воина была тоска по сражениям на пути Аллаха. Вскоре он решает отправиться в поход в сторону Харасана, оставляя за собой беременную жену с 30 тысячами дирхамов. После отъезда мужа она рожает прекрасного малыша. С ранних лет она отдаёт его учителям, и он в раннем возрасте заучивает полностью Коран и многие хадисы. Проходит время, но об отце Рабиа и не будет новостей. Вернувшиеся воины говорили, что Фарух пал мучеником. Мать Рабиа продолжала поощрять и помогать своему сыну в получении знаний. Он посвящал ночи поклонению, а дни – приобретению знаний, не зная отдыха. А когда кто-нибудь советовал ему щадить себя, он отвечал. Наши учителя говорили, поистине, знание отдаст тебе часть себя, только если ты отдашься ему целиком. Однажды ночью в Медину прибывает воин почтенного возраста. Выполняя сунну, он первым делом идёт в мечеть и видит там юношу, вокруг которого собрались люди. Младшие и старшие собрались вокруг него ради получения знаний. Они схватывали сказанные им бесценные слова, молча внимательно слушали. Это был сын Фаруха Рабиа. Его мать потратила все оставленные им деньги на пути знаний. Рабиа – господин Табиинов и один из самых выдающихся мусульман. Он знаток хадисов и факих. Кто сделал из обычного Рабиа и выдающегося учёного ислама? Это мудрость, дальновидность и стратегичность этой прекрасной женщины. Она бы могла потратить эти средства на мирское, но она вложила их в знания. Имам Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафи'и, его отец умер, когда тот ещё был младенцем. Кто же сделал имама Аш-Шафи'и тем, кем он является? Его мать не имела финансовых возможностей. Но что же она сделала? Она была очень умной и религиозно образованной женщиной. Она переехала из Газа в Мекку ради образования своего ребёнка. Он сначала выучил весь Коран, позже хадисы, затем она его отправила к бедуинам ради совершенствования красноречия. Он провёл там 4 года. Позже она направила его к имаму Малику, рахимахуллах, где он выучил его муатту. Под воспитанием своей матери имам Аш-Шафи'и стал великим имамом. Дорогие сёстры, вы можете воспитать целые поколения или разрушить. Братья, вы должны заботиться, уважать, давать образование сёстрам, матерям своих детей, чтобы те имели возможность воспитать ваше потомство должным образом. Поразмышляйте над историей пророка Исмаиля, алей-иссалям. Аллах велел пророку Ибрагиму, алей-иссалям, оставить Хаджар с Исмаилем в пустыне. Хаджар спросила пророка Ибрагима о том, приказал ли Аллах оставить их там. Пророк ответил утвердительно, и Хаджар, было этого достаточно. Её вера была крепка, и она осталась одна в безлюдной пустыне. Ибрагим посетил их, когда Исмаиль уже был взрослым. Она не говорила своему сыну, где был твой отец на твой второй день рождения, почему он не сделал для тебя это и то. Когда он, Исмаиль, достиг возраста, когда смог помогать своему отцу, Ибрагим сказал, «Сын мой, я вижу во сне, как я приношу тебя в жертву. Что ты думаешь об этом?» Исмаиль ответил, «Отец, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдёшь меня среди терпеливых». Результат воспитания праведной матерью. «О, отец мой, сделай так, как велит Аллах». Обратите внимание на жен пророка Лута и Нуха, алейхимуссалям. Они были неверующими, и дети, родившиеся от них, тоже стали неверными. Это говорится в Коране. Исмаиль сказал, «О, отец мой, сделай так, как велит Аллах». «О, отец мой, сделай так, как велит Аллах». «О, отец мой, сделай так, как велит Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهليك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إنني أعذك أن تكون من الجاهلين أعلم يا أهليك يا أهليك يا أهليك يا أهليك يا أهليك يا أهليك كان لك في جيدة أهليك بناتبعوا بشكل مفتعديني وعليك وزديات أكثر من المنشئ في قرانة وحديث们 أهليك اللهم أهليك إن تسمت لكم وقوانا لكي تسمت لكي فقط образом. Однако Всевышний велит нам относиться к матерям с еще большей добротой. Как-то раз один человек пришел к посланнику Аллаха и спросил, «О посланник Аллаха, кто из людей более достоин того, чтобы я хорошо обходился с ним?» Он трижды ответил, «Твоя мать, и только позже твой отец». Почему такое особое внимание к матери? Первая причина. Мамы заботятся и ухаживают за нами еще с того времени, как носят нас под своей грудью. И еще два года мы абсолютно беспомощны. Все тяготы с нашим взрослением переносят они. У нас даже нет воспоминаний о тех временах. Чем старше ребенок становится, тем больше у него укрепляется связь с отцом. С взрослением люди становятся все более и более материалистами, и все запросы перенаправляются от матери к отцу. Ребенок даже не осознает, что он после рождения не выжил бы без ухода матери. Вторая причина. Это из-за природы матери. Мамы – это самые удивительные создания Аллаха. Они готовы любить и не ждать в ответ ничего. Удивительная глубина самопожертвования. Живут ради своих детей. «Когда моей дочери был год, она заболела. Также болела моя жена. Но она, несмотря на мои уговоры и просьбы отдохнуть, не откодила от дочери. Когда ребенок болеет, мать готова, несмотря на свое состояние, следить за ребенком. А что делают большинство мужчин? После рождения ребенка они даже домой приходят с неохотой. Какую любовь вложил Аллах в сердца матерей. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори, «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Субтитры создавал DimaTorzok